Эти фотографии они просматривают каждый день. Ещё свежие воспоминания и о высочинном теплоходе Александр Невский и четырёх незабываемых днях, проведённых на его борту. Но одну остановку путешественники всё же сделали в Саратове. Там как раз и проходил конкурсный день. Именно туда, 3 мая, из Волгограда брянские коллективы отправились вместе с другими конкурсантами из восьми городов. До выступления было страшно. Когда вышли, там уже стало чуть-чуть полегче. Волновались, конечно, очень. Всё-таки первый международный конкурс. Мы ездим ансамблем только. Конечно, было немного страшно, волновались много, но всё-таки взяли себя в руки. Руководитель эстрадного отделения Галина Горбенко возила на фестиваль два своих коллектива – солнечную музыку и весёлые нотки. Теперь, когда уже все волнения позади, она и не припомнит, кто переживал больше – она или сами конкурсанты. На конкурсе, конечно, они волнуются. Ну, постарались, конечно, всё хорошо технически спеть. Конечно, чисто спели, правильно спели, ну и, конечно, эмоционально спели. В итоге сразу три гран-при конкурса. Ко всему прочему, участники обоих коллективов, которые выступали и как солисты, заслужили дипломы лауреатов первой и второй степеней. Для жюри конкурса это явление пусть и не уникальное, но довольно редкое. А потому педагога, воспитавшего такие таланты, наградили ещё и медалью. Это первый гран-при в таком конкурсе международного масштаба. Но есть желание продолжать, тем более после такой награды, добиваться такой же награды, может, если будет ещё что-нибудь выше. Придачу к первому месту Даша завоевала ещё и зрительские симпатии. Брянский коллектив вообще то и дело удивлял фестивальные жюри. И не только вокальными данными. К примеру, Данила, участник ансамбля «Весёлые нотки», покорил женские сердца и своим мушкетёрским костюмом и благородными манерами. Юный артист был единогласно выбран мистером фестиваля. Конечно, это тоже большую роль сыграло, костюм. Но ещё важнее было преподать себя больше в образе, потому что... А это не так-то просто. Мне мама ещё до конкурса сказала несколько фраз, которые Д'Артаньян в фильме произносил, и которые могли сыграть бы мне на руку. Ну, например, вы меня ввели в некоторое заблуждение этим вопросом. Но, конечно, вокал брянских певцов стал одной из главных изюминок фестиваля. Все четыре круизных дня эти юные голоса разносились над Волгой. Брянским коллективам доверили открыть и закрыть фестиваль «Кораблик надежды». Причём с новыми друзьями брянские ансамбли прощались уже дуэтом. Елена Почкарёва, Максим Кузнецов. События. Брянск.